всем привет мы продолжаем записывать видео по игре транспорт февер и это вторая часть второй эпизод первого сезона и у нас на данный момент готова одна железнодорожная ветка которая возит нефть выезд она его на нефтеперерабатывающий завод и также здесь есть машины которые должны возить топливом город орлов вот такая вот пока у нас цепочка она пока еще не запустилась в достаточной мере с поезд еще ни разу не приходил он только ожидает загрузки на станцию можно подумать что сделать еще пока вот все это происходит такая денежка у нас осталось не залазя в кредит мы можем сделать ну например какую-то автомобильную линию или может быть еще какой-то транспортную линию ну вот я думаю что можно сделать например автобусное сообщение между городами орлов и городом вере я хорошая идея по моему неплохо поставим остановки но автобусное сообщение это конечно у нас будет не автобусное сообщение еще лишь конные повозки но тем не менее создать их можно и создать линию тут нужно внимательно смотреть не получится ли каких-то петель потому что вот с тех пор как они ввели терминалы маршрут иногда собираются с какими-то петлями ну вроде все получилось хорошо можно сразу маршрут подписать пассажиры вот эти автобусы поехали автобусы у нас пока очень старые 19 века запустим сразу еще так что у нас с поездом пусть у нас пока стоит достаточно медленно он загружается но это потому что предприятие пока не набрало видимо должен объем производства потом тут будет столько нефти что мы не будем успевать вывозить но самом начале все предприятия работают очень скромно поэтому поэтому нефти мы одних пока не видим так посмотрим внимательно на карту может быть что-то еще найдется такое относительно простое в реализации бюджетный какой-то вариант вот есть из удобрения делают хлопок хлопок для чего нужен непонятно для чего скорее всего для одежды где делают одежду а вот здесь я делаю на здесь нужен хлопок и какие-то химические бутылочки чтобы получить химическую бутылочку можно вот сюда вот возить нефть но расстояние огромное очень большое расстояние нет я бы не стал реализовывать этот проект тут все будет очень долго ехать на данный момент это не круто так вот здесь у нас две каменоломни я вижу камень о камень нужен здесь и из него делать устрой материала что ж неплохо вот такой проект можно осилить дорога здесь не ровно я смотрю идет изменение ландшафта можно куда-то вот сюда вот так вот сделать поворот даже такой поворот стоит довольно дорого начали делать маленькими маленькими кусочками то все выйдет дешевле ну сейчас все равно придется залезть в кредит но как без кредитов так вот здесь мы будем делать оцените что тут не маленький ну вот сюда поставим с ближней или дальней вот в чем вопрос я думаю что пока у нас транспорт очень слабый можно возить с ближней тут везде горы так ну и попутно будем возить стройматериалы куда ну например город верея стройматериал нужны также индустриальному сектору найти где здесь индустриальный сектор это вот вот эта вот сторона города вот так вот я поставлю остановку и мы ее соединим хотел вот так поставить но мешает создание ладно мы будем забирать камень отвозить сюда и возить в город верея и потом снова ехать за камнем но может быть не самый оптимальный маршрут но достаточно хороший и установим депо где-нибудь вот здесь попробуем сделать 6 машин сразу линию назовем камень камень верея так вот здесь будет у нас полная загрузка здесь у нас будет полная разгрузка в остальном как повезет так что они и поехали почему едем ура вот такая вот у нас получилось еще одна линия и надо подумать что можно сделать еще что можно сделать еще можно запустить еще автобусы мне кажется автобусов много не бывает тем более вот пока они настолько маленькие так линию 2 надо тоже переименовать это будет топливо и линию 1 надо переименовать в нефть блин орлов с маленькой буквы написал не годится так посмотрим 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 где поезд поезда то уже нету вот он катит катит полностью загруженной нефтью скорость у него конечно здесь не впечатляющая 27 километров 26 он катит в гору вроде уклон небольшой но тяжело ему дается при этом на станции нефть набирается довольно быстро да вот здесь вот он будет нормально стопать весь наш трафик который поедет по вот этой дороге будут автобусы но автобусов тоже проблема на самом деле я не думаю что они здесь быстро едут нет достаточно быстро дорога просто здесь очень-очень холмистая далека от ровной скажем так взглянем на карту еще в принципе можно сделать еще один маршрут со стройматериалами вот город орлов можно стройматериалы не трогать посмотреть что можно сделать еще например можно возить на трассу топлива вот отсюда вполне интересный проект можно даже сделать помощью железной дороги соединить вот здесь вот сделать здесь две полосы и одну полосу отправить вот сюда можно сделать вообще разъезд вот такой вот то есть дорога будет вот так вот проходить здесь поезд будет разгружаться ехать вниз забирать нефть тоже вариант все это варианты не бюджетные не бюджетные совсем у нас проблема в том что бюджет кончается быстрее чем чем наполняется нужно какие-то короткие варианты смотреть но вот короткий у нас вот уже реализовался то есть уже первый первая пачка камня находится в пути я думаю что нам придется еще все равно занять денег и построить еще несколько машин и на вот этот маршрут и на маршрут который будет обслуживать вот здесь вот топливо потому что иметь по четыре машины на маршруте это но скажем так не очень рендабельно как один поезд это тоже не здорово потому что вот здесь вот уже есть у нас 20 нефти а поезд прошел только четверть дистанции если считать путь туда и обратно вот зато он вышел напрямую и быстро быстро разгоняется едет без всяких проблем довольно шумный поезд пассажирские повозки едут относительно пустые ну где как где как какие-то пустые какие-то более-менее полные едут да вот сейчас как поезд подойдет можно построить еще несколько машин наверно уже можно наверно уже можно ладно попробуем сделать еще один маршрут с камнем в город орлов будем брать камень вот на вот этой вот верхней точке развивать так все предприятия понемножку здесь будем вываливать на эту же станцию вот вот и да вот такой вот маршрут у нас получился тут он сильно гористый холмистый вроде пустые они едут нормально в горку справляются так вот нас прибывает поезд кстати выключить окно затрат потому что при большом количестве транспорта на карте только теряется внимание поезд принес сразу хорошо здесь сразу появилась нефть она сразу пошла в расход естественно вот заметьте прошло уже почти два года с момента начала игры поезд только первый раз пришел существует некий мод который замедляет время в два или в четыре раза в принципе можно играть с ним особенно на поздних этапах игры потому что время летит очень быстро в этой игре вначале ничего особого не происходит а потом когда уже большие сети то есть смысл замедлять возможно мы так и будем делать посмотрим что мы имеем здесь город на реке лесопереработка опять но тут вот нет ничего такого что можно можно как-то легко и быстро соединить вот в этой стороне ничего интересного не видно вот еще один камень есть здесь стали литейный завод камни переработка опять же еще один город на реке в принципе их можно соединить пароходами но для этого придется перестроить вот эти два моста и моя практика показывает что это как-то не рентабельно совсем может быть может быть у кого-то это рентабельно получается я несколько раз пробовал у меня получалось все время не рентабельно пароходы пустые как загрузить я не знаю может быть должны быть большие города реально большие тогда может быть будет набираться нужное количество посетителей нам путешественников на эти пароходы так пока нет так вот здесь делается пшеничка ну до переработки ее весьма далеко но хотя вот можно сделать на вот такой вот цикл здесь мы берем пшеничку здесь мы берем переделаем ее как это называется молоко и здесь мы берем делаем из него булки булки из молока и все это опять же через весьма высокие холмы ну можно осилить вполне можно осилить удобрений здесь как я понимаю в ближайшие в ближайшие круги нет все удобрения у нас точно вот ближайшие так ну что попробуем отсюда берем сюда везем отсюда везем сюда и потом везем булки булки везем в город ливна обратно неплохой план дорогу строим маленькими сегментами чтобы было дешевле реально дешевле потому что получается меньше насыпей вот отлично вот в этом месте мы берем зерно как его лучше взять то здесь он здесь нам потом мы отвозим зерно вот сюда отсюда мы забираем молоко везем молоко вот сюда и потом обратно точно так же вот по всем вот этим вот объездным в город ливна булки потребляются коммерцией что если построить маленькую станцию для коммерции в принципе нормально мы соединим как-нибудь вот так чтобы он проезжал через станцию и можно строить депо и собственно сам транспорт надо же мы уложились в бюджет задать линию ливны восточная грузимся полностью дальше сюда дальше сюда и здесь мы полностью разгружаемся ну что вот такой маршрут не маленький я думаю что здесь можно еще покупать сразу этих телег сейчас мы их выпустим через какое-то время так посмотрим что у нас здесь здесь телега стоит без топлива уже то есть топливные телеги реально все вывезли и может быть завод еще не научился делать достаточное количество топлива но в любом случае нужно развивать здесь больше больше поездов потому что вот поезд только отъехала на складе у нас уже на второй поезд есть сейчас будем расширять ту ветку линия 1 почему она линия 1 это будет зерно вот поезд у нас самая доходная тема поэтому будем производить расширение линии и для начала я построю просто несколько перегонов таких перегон перегон расширитель вот типа вот таких вот кармашки карманы я их называю второе где-нибудь здесь сделаем третий нет денег займем редактор дорог мне нравится в этой игре достаточно хорошо они его сделали это уже у них вторая попытка сделать транспортную игру первая была train fever теперь это называется transport fever в принципе я думаю что они редактор сделали уже очень такой хороший высокого уровня расставим симафорчики все теперь по этой дороге можно запустить два поезда что мы сейчас сделаем поезд берем точно такой же от со стороны у нас не появились там не помню в каком году появляются ух сколько они стоят блин так 5 6 7 8 9 10 10 10 цистерн ему так же задаем эту же самую линию теперь они будут вместе с тем поездом ходить и время от времени останавливаться вот в этих вот карманах и ждать друг друга чтобы пропустить ну так уже железная дорога похоже на железную дорогу какие-то разъезды в идеале конечно делать еще всякие кольца там подъездные отъездные чтобы было более натуралистично но мне кажется довольно сильно налеплено на самом деле на карте то есть по крайней мере с модом новой индустрии везде какие-то предприятия везде дороги может быть довольно сложно строится может мне только так кажется на самом деле все проще чем я думаю так надо взглянуть на вот эти машины началась ли там отгрузка зерна до отгрузка зерна пошла машины поехали можно еще несколько запустить она не будем залазить в кредиты подождем разгрузки поезда все прекрасно этот поезд едет разгружаться тут уже также вышел со станции с грузом и груз еще остался и здесь увеличилась до выработка с раньше не 100 вырабатывали теперь они стали вырабатывать вроде бы больше ну по крайней мере могут по графику мы пока не видим что они вырабатывают стоп хотя вот здесь написано что производство 124 здесь пока все пустые к сожалению машин явно больше чем этот завод может дать им топлива про вас сейчас он приедет и принесет там еще 600 с лишним тысяч по моему неплохо кстати вид снизу показывает нам что весьма красивые горы красивые долины а я тут не достроил пути а эта станция все нормально да я думал что я не построил пути вот здесь вот из кармана 40 километров в час почему он не едет не максималку неужели ему в гору приходится ехать вот уж сэкономил я на насыпи не построил большой длинный путь поэтому он здесь едет в гору на этом мы заканчиваем эту серию стримах спасибо всем кто посмотрел подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментарии свои мысли по поводу дальнейшего развития в этой игре спасибо за внимание пока пока спасибо